Казахстанские военные успешно завершили выступление на седьмых армейских играх, прошедших в Китае. Наша сборная заняла 12-е общекомандное место среди 109 стран, участвовавших в состязании. Военные со всего мира боролись за престижные медали по 11 видам спорта. Вместе с болельщиками наших чемпионов в воздушной гавани Алматы встречал Денис Зимцов. Казахстанских военных, прибывших с Поднебесной с целым набором спортивных трофеев, встречали как чемпионов Олимпиады под звуки оркестра с приподнятым флагом и угощениями. По сути, военные игры это и есть главные старты планеты, только армейские. На этих состязаниях наши ребята выступили достойно. В течение недели спортсмены в погонах мерились силами в 11 видах спорта и показали превосходный результат. Основные задачи ставились перед командой сборной Казахстан вооруженных сил, чтобы занять не меньше 12 места. Эту задачу выполнили, как говорится, программу минимум. Возможности были завоевать еще больше, войти в десятку сильнейших стран вооруженных сил мира. Эти всемирно-армейские игры дали еще раз нам опыт. Вернувшись домой, будем подводить итоги, делать выводы. В общекомандном зачете Казахстан расположился на 12 месте. В копилке наших ребят 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. В числе победителей, завоевавших золотую медаль на седьмых по счету военных играх, известная легкоатлетка Ольга Рыбакова. Настроение шикарное. Мы приехали домой с достигнутой целью. В общем, то, что планировали, мы осуществили. Это самое главное. Спасибо за такой замечательный прием и такую встречу. Победа в этих соревнованиях дает шанс спортсменам попасть на Олимпийские игры в Токио в следующем году. На сегодня казахстанские атлеты завоевали 21 лицензию по 11 видам спорта.